Добрый день, дорогие коллеги, не побоюсь этого слова, друзья. Зажигайте свои костры, если меня хорошо слышно, ну или по-прежнему ставим плюсики в чат, если все слышно, видно, и вы готовы слушать про наши книжечки. Итак, поработали мы на славу, есть много-много интересного, сейчас вам обо всем расскажу. В марте было много работы, и еще больше предстоит, потому что еще целая неделя впереди. Мы подготовили по разным направлениям книги, но это как обычно, мы не можем остановиться на чем-нибудь узком и одном. И для вас, для всех наших читателей мы выпускали книги по юриспруденции, экономике, медицине, информационным технологиям, даже логистику захватили, консалтинг, машиностроение, но обо всем по порядку я сейчас вам расскажу. И начнем традиционно с одной из самых таких сложных и востребованных дисциплин направлений специальности экономики. И первая книга, которую хотелось бы вам представить, это «Диалектика многоукладной экономики России». Это монография, монография кандидата экономических наук, доцента Зинаида Владимировна Рыбиной. Почему так полно и уважительно? Это наш постоянный автор, пользующийся огромным успехом. Уже выходили издания и этой книги в том числе в предыдущие годы. От предыдущих изданий это исследование, вот конкретно это, отличается тем, что оно более глубокое, включает в себя теоретическое осмысление процессов в российской экономике на протяжении XX века и в настоящее время. Именно это позволило автору сформулировать собственную точку зрения на характер социально-экономического строя России в рассматриваемый период, а он очень объемный. Результаты проведенного исследования расширяют научные знания о сущности и структуре общественно-экономического уклада, их роли в социально-экономическом развитии мира и отдельно взятой страны. Выводы автора и положение этой монографии могут быть использованы для углубленного анализа и синтеза перспектив определения главного вектора развития экономики России. А главное, они могут быть полезны при разработке стратегий и программ развития Российской Федерации, развития экономики и социальной сферы. Следующая книга, которую хотелось бы представить этого же автора, тоже монография, и тоже у нас большие на нее планы, «Концепция общественно-экономического уклада». Это исследование посвящено концепции общественно-экономического уклада, занимающей особое место среди множества экономических теорий. Предлагаемая вашему вниманию монография представляет собой первую попытку комплексного анализа роли данного уклада в формировании социальной структуры общества. И эта и предыдущая монография адресована преподавателям экономических дисциплин в вузах, аспирантам и докторантам экономических специальностей, а также всем заинтересованным читателям. Тут мы ограничивать не смеем и не хотим. Следующая книга также этого же автора, «Управленческая экономика». Хотелось бы отметить, что конкретно эта книга выдерживает уже третье издание. В этом учебном пособии рассматриваются два раздела, микроэкономика и макроэкономика. В них в простой и доступной форме излагаются основополагающие экономические концепции и законы. Представлен целый набор полезных и удобных инструментов, неоднократно проверенных многими экономистами и менеджерами практиками. Отмечу, что книга содержит актуальную статистическую информацию. Пособие это, как я уже говорила, очень актуально, выдерживает третье издание, и мы уверены, что будет и следующее. Автор адресует его слушателям программу магистратуры неэкономических профилей подготовки действующим менеджерам и руководителям предприятий. Следующая книга тоже для такой экономической дисциплины, как эконометрика. Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ. Это учебно-методическое пособие предназначено для бакалавров и студентов средних специальных учебных заведений, экономических и других направлений, очной и заочной форм обучения в качестве дополнительного материала при изучении тем по дисциплине эконометрика. В этом издании содержится обязательный минимум знаний по эконометрическим исследованиям, которые должен усвоить будущий дипломированный специалист. Это поможет студентам в решении практических задач, возникающих при выполнении своих функциональных обязанностей в будущей профессиональной деятельности. Следующее издание тоже относится к экономике, но оно, я бы не побоялась этого слова, фундаментальное. Это фундаментальный труд, история управленческой мысли, учебное пособие, курс лекций, практикум, тесты. В нем детально раскрыты истоки и генезис организационно-управленческой деятельности, а также процесс формирования управленческих мыслей, идей, взглядов, концепций. В структурном плане данное учебное пособие – это такой трехкомпонентный сплав научно-теоретических знаний и тех базовых прикладных инструментов, которые способствуют эффективному управлению современными организациями. Адресовано это учебное пособие студентам-бакалавриата, обучающимся по направлению подготовки менеджмент и экономика. Следующая книга уже из юридической области, юриспруденция «Право. Предупреждение преступлений в сфере экономики». Это монография. Представляет она собой результат комплексного исследования авторами вопросов предупреждения экономических преступлений сквозь призму определения круга таких деяний, анализа текущей ситуации и представления эффективных мер противодействия с учетом ретроспективных и перспективных подходов. Особенность этого издания в том, что немаловажное внимание уделено противодействию IT-преступлений, количество которых возросло с начала 2020 года в связи с пандемией COVID-19. Монография будет интересна как преподавателям, аспирантам и студентам вузов, изучающих юриспруденцию и экономику, так и широкому кругу читателей. В рамках юридических дисциплин представляю вам следующую книгу. Это учебник «Государственное устройство и право». Тоже один из наших постоянных авторов. Учебник этот будет необходим при подготовке специалистов по специальности «Экономическая безопасность». Эта специальность является базовой дисциплиной, формирующей готовность к применению знаний в области государственного устройства и права в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности. Автор данного учебника дает полное и всестороннее представление о правовых основах государственного устройства, раскрывает механизм реализации государственной власти, государственного управления, помогает изучить правовой статус системы органов государственной власти в нашей стране, в Российской Федерации. Плавно переходим к рынку труда. В рамках управления персоналом мы выпустили учебное пособие «Государственное регулирование рынка труда». Не оставляет сомнений необходимость изучения особенностей государственного регулирования рынка труда, которое является неотъемлемым условием развития экономики страны. Представляем вам пособие, содержащее актуальный, теоретический и практический материал, который позволит студентам в полном объеме освоить основы государственного регулирования рынка труда. Адресовано пособие бакалаврам, обучающимся под направлением государственное и муниципальное управление, управление персоналом и экономики. Следующая книга того же автора «Технологии регулирования рынка труда» «Тоже учебное пособие». Ну, немного об авторе. Это кандидат экономических наук Нина Геннадьевна Вишневская. В это издание, в учебное пособие, вошел теоретический и практический материал, который позволит студентам освоить технологии регулирования рынка труда. И в этом, и в предыдущем пособии внимание автора акцентировано на особенностях регулирования рынка труда в регионе. Основанные, в пример приводят учебные пособия регион Башкортостан. Издание это предназначено бакалавром, обучающимся по направлениям управления персоналом и экономика труда. Следующую книгу, которую хотелось бы вам представить, совершенно потрясающую, мы ее долго ждали, она очень тщательно готовилась. Это «Реклама и пиар. Смена стратегии в новую эпоху. Монография». В это издание вошли работы авторов, рассматривающие актуальные аспекты рекламы и пиар-технологий, их предпосылки и перспективы развития. Читателям представлены ценные аналитические материалы, проверенные опытом инструменты успешной практики. Книга эта адресована студентам и преподавателям направлений рекламы и пиар, а также профессионалам в сфере маркетинговых коммуникаций. Переходим к следующему пособию. Учебное пособие «Консалтинг в социокультурном сервисе». Несомненно, что спрос на консалтинговые услуги в той или иной стране отражает уровень ее индустриализации, экономического развития, сложность проблем по руководству и управлению, с которым сталкиваются частные и государственные секторы. Этим и обусловлена актуальность данного издания. Автор этого пособия, профессор кафедры туризма Алексей Иванович Ткалич, дает своей книге общее и необходимое представление о консалтинге в социокультурном сервисе и консультанте, субъекте консалтинговой деятельности организации социально-культурной сферы. Пособие это адресовано студентам, изучающим консалтинг в социально-культурной сфере, аспирантам, исследующим вопрос о становлении и развитии консалтинговых сервисов в нашей стране, социологам, экономистам и специалистам в области консалтингового сервиса в целом. Наверное, по консалтингу это одна из немногих книг, которые мы выпустили, и я думаю, что это очень перспективное направление. Мы обязательно к нему будем возвращаться, но вот я рада, что у нас появляются именно такие книги, актуальные, современные, и я надеюсь, что на них будет огромный спрос. Вот в текущей ситуации это именно то, что нужно. Переходя к информационным технологиям, нашему, наверное, постоянному разделу, которому мы посвящаем выпуск книг, представляю вам книгу «Основы веб-дизайна. Методика проектирования». Это учебное пособие. Информационные технологии, использующие возможности интернета, проникают в большинство сфер человеческой деятельности. Для создания веб-страниц необходимо знать язык гипертекстовой разметки и технологию их конструирования с использованием этого языка. Вот это пособие окажет существенную помощь в этом направлении, поэтапно знакомясь с основами создания веб-документов, средств и методов их разработки, методов их продвижения. Отличительная особенность этого издания заключается в том, что отдельные главы посвящены вопросам грамотного дизайна сайта и его раскрутке, а это актуальный и немаловажный вопрос для начинающих разработчиков. Адресуется это пособие студентам средних профессиональных образовательных учреждений и бакалавриатам. Не выходя из рамок информационных технологий, знакомлю вас со следующей книгой. Это учебное пособие информационной технологии профессиональной деятельности. Книга будет состоять из нескольких частей. Представляю вам пока только первую часть. Вы видите традиционную для нашей линейки книг, посвященных, ориентированных в основном на среднее профессиональное образование. Такая обложечка у нас специально разработанная. Возвращаясь к книге, в первую часть данного учебного пособия вошли лабораторные работы по разделам дисциплины информационной технологии в профессиональной деятельности. Их выполнение позволит поэтапно освоить общие и профессиональные компетенции по данному предмету. Пособие это предназначено учащимся факультета СПО, обучающимся по специальности электрификации и автоматизации сельского хозяйства, а также земельно-имущественные отношения. Вот такое вот направление. Хорошая опечатка я так допустила в своей презентации. Ну, в общем, это машиностроение. Книгу представляю вам справочник. Инновационное металлообрабатывающее оборудование. В решении проблемы модернизации промышленности России металлообработки принадлежит первостепенная роль. В этих условиях наличие справочного материала по инновационному металлообрабатывающему оборудованию приобретает важное значение. В связи с этим представленный вашему вниманию справочник будет, безусловно, востребован. Так как в него вошел материал о назначении, области применения и технические характеристики, наиболее востребованных на российском рынке моделей металлорежущего, кузнечно-прессового, литейного и сварочного оборудования отечественного, зарубежного производства. Отмечу, что автором данной рекомендации по модернизации и импортозамещению оборудования справочник адресован инженерно-техническим работникам всех отраслей машиностроения и студентам машиностроительных вузов, техникумов и колледжей. Мы не знаем, на что именно еще санкции наложат, поэтому в момент импортозамещения в наших книгах мы очень и очень приветствуем. Следующая наша книга – «Учебное пособие электротехнологии» касается электроэнергетики и электротехники. Учебная дисциплина электротехнологии, изучающая и использующие процессы воздействия электромагнитного поля на объект технологической обработки, тесно связана со знанием специфики сельскохозяйственного производства и физикой электротехнологических процессов. Поэтому по мере возможности авторы пособия ввели в него понятие из смежных областей науки – биофизики, биохимии, физиологии растений, электрохимии и прочих. Это выгодно отличает издание, которое я представляю вам, от прочей учебной литературы по данной тематике. В пособии рассмотрен огромный спектр тем, расчетных заданий, контрольных вопросов, а лабораторно-практические занятия помогут в закреплении пройденного материала. Адресовано это пособие обучающимся по направлению электроэнергетика и электротехника. Следующая книга уникальна, на мой взгляд, «Мореходная астрономия». Относится она к судовождению гидрографии. Учебное пособие. Любуюсь этой книгой. Дай бог здоровья нашему дизайнеру, которого хватает воображения на такое количество книг. И все они очень яркие, красивые. Ну, и здоровье его музе тоже. Итак, мореходная астрономия. Развитие современных средств судовождения, внедрение автоматизации управления судами и развитие береговой инфраструктуры требует повышенной безопасности судовождения. В связи с этим наличие знаний судоводителями астрономических способов контроля местоположения судна и работы курсоуказателей является одним из основных требований при базовой подготовке судоводителя. Вообще у нас, немного отступлю, много книг в последнее время выходит именно по судостроению. Даже иностранный язык коснулся этого направления. Мы в прошлом году выпустили книгу английский в судоходстве в двух частях и без конца касаемся этой темы, просто потому что не хватает этой литературы в целом. И мы очень рады, что мы эту актуальную современную литературу начали выпускать. Но это так, лирическое отступление, возвращаемся. Учебное пособие, которое мы представляем вашему вниманию, не только помогает справиться с расчетной трудоемкой частью решения задач судовождения, но и уделяет большое внимание самим практическим наблюдениям, от которых зависит конечный результат, точность, получаемая астрономической обсервацией и определяемой поправки компаса. Издание это предназначено для курсантов и студентов учебных заведений, обучающихся по специальности судовождения и гидрографии. В общем, обратите внимание, очень и очень достойная книга. Следующее наше учебное пособие. Не можем мы обойти экологию своим вниманием никак. Каждый год, каждый месяц возвращаемся к этому направлению. Это оценка воздействия на окружающую среду, учебное пособие. Материалы этого учебного пособия содержат информацию о территории проектирования, преимущественном воздействии хозяйственной деятельности на один или несколько компонентов окружающей среды. Лесная иная растительность, животный мир, атмосферный воздух, водные объекты, почва. Все-все-все адресовано студентам специальности лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство и направлении лесное дело и ландшафтная архитектура. Если кто-то был на предыдущих вебинарах, вы видели, что архитектуре, строительству мы уделяем очень много времени, внимания и не собираемся останавливаться. Следующая книга, которую хотелось бы вам представить, это монография «Довольно узкая оценка свойств набухающих глинистых грунтов». Изучению этого явления посвящено большое количество работ теоретического и научно-исследовательского направлений. Мы обращаем внимание читателей на тот момент, что исследование направления грунтоведения, которому посвящена эта монография, является новым и недостаточно изученным. Накупленный, обобщенный, проанализированный, использованный при разработке практических проектных решений экспериментальный материал при изучении физико-механических свойств грунтов, представленный в этом издании, может служить опорой для сравнения и оценки результатов последующих лабораторных и полевых исследований набухающих грунтов. Книга эта предназначена для научных и инженерно-технических работников, научно-исследовательских и проектных организаций. В общем, такое масштабное исследование, довольно узкое, как я уже говорила, но тем не менее оно уже пошло в продажу и в заказы, в предварительные заказы, чему мы очень-очень рады. Туризм. Это наше следующее направление, в области которого мы выпускали книги в марте. Также всем, кто вступил в мой фан-клуб, видел, что предыдущие месяцы обязательно дают нам какие-то книги по туризму. И, март, не исключение, туристское рекреационное проектирование. Это учебник. Издание это поможет в формировании профессиональных компетенций в сфере знаний о сущности, основных принципах и методологии туристско-рекреационного проектирования. Учебник адресован обучающимся по направлению туризм. Информация издания может быть полезна лицам, профессионально занимающимся туристской деятельностью, а также туристам, желающим больше узнать о возможностях совершения туров. Следующая книга тоже из области туризма, но она такая, более углублена в менеджмент. Использование технологии блокчейн в сфере туризма. Это монография. Целью этого исследования является выявление необходимости, преимуществ и рисков, а также перспектив использования технологии блокчейн в сфере туризма в целях ее устойчивого развития. Монография рассчитана на работников туристских администраций, специалистов туриндустрии, преподавателей вузов и студентов, разумеется, обучающимся по туристским направлениям, а также всем интересующимся применением новых технологий в сфере туризма. Мы уже говорили о технологии блокчейн, она сейчас очень активно используется, но вот видите, туризм не исключение. Следующая книга, которую мы выпустили в марте, учебное пособие по основам иммунологии. Пособие в наше непростое время, связанное со сложнейшей эпидемиологической обстановкой в рамках пандемии COVID-19, заинтересует оно не только специалистов и обучающихся, но и небесполезно будет широкой читательской аудитории. В это издание вошла вся актуальная на данный момент информация по основам иммунологии всесторонне освещены современные достижения в областях молекулярной иммунологии, являющиеся главным фактором неспецифической защиты человеческого организма. Приведены основные положения по иммунодефицитам, аутоиммунным нарушениям, иммунологии опухоли, старения, а также данные об инфекционном иммунитете. Издание содержит фотографии, рисунки, они, безусловно, облегчают усвоение материалов. В общем, такое получилось очень и очень достойное пособие. Неплавно перехожу к математике. Численные методы, математический анализ и обыкновенные дифференциальные уравнения. Учебное пособие для вузов. Это учебное пособие кандидата физико-математических наук профессора Валентина Михайловича Вержбицкого является продолжением его предыдущей книги «Численные методы, линейная алгебра и нелинейные уравнения». В этом пособии, в новом пособии, рассматриваются вопросы приближения функций интерполяционными многочленами, обобщенными многочленами фурьей и сплайнами. Весь включенный в данное издание материал разбит на 11 глав, каждый из которых начинается с аннотации и заканчивается упражнением. Адресовано это пособие студентам, аспирантам и преподавателям вузов. Обратите на нее особое внимание. Следующая книга из раздела «Логистики». Это «Рабочая тетрадь для практических занятий и самостоятельной работы студентов». Вообще, обращаю ваше внимание на то, что по логистике у нас очень большой пул книг. Мы посвятили в свое время, в 2018-2019 году. Очень много внимания уделили этому разделу. И абсолютно разные моменты нас волновали. Это была и логистика распределения, и коммерческая логистика. В общем, очень-очень много книг. Так что, если кому-то интересен именно этот раздел, обратите внимание на пул книг нашего издательства. Что касается конкретно этой книги «Рабочая тетрадь для практических занятий», то данное издание мы рекомендуем студентам всех форм обучения специальности, изучающих дисциплину логистика. В эту рабочую тетрадь вошли задания, тесты, которые могут быть использованы для проведения итоговых форм контроля. «Рабочая тетрадь по дисциплине» обеспечивает приобретение практического опыта для улучшения качества и эффективности работы всех звеньев на основе согласованности и расчетов оптимального варианта логистического управления. Именно это и, собственно, цель. Следующая книга из раздела «Педагогики». Как и многое другое, ежемесячно мы посвящаем внимание книгам по педагогике. Очень разных касаемся моментов и инклюзии, и медиатехнологий, вот как сейчас. Медиатехнологии в реализации образовательных программ «Магистратура социально-гуманитарного профиля». Главный фактор актуальности этой монографии – это необходимость обеспечения образования на уровне магистратуры современными коммуникативными технологиями. Необходимо отметить, что данная тема мало разработана. Вообще, это наша особенность. Там, где мало, мы обязательно будем. Вот, обязательно какую-нибудь книгу издадим, которая будет пользоваться спросом, успехом. Ну, наверное, нельзя нас в этом винить. Это все-таки благое дело. В этой области недостаточно научных статей, диссертаций. Нет книг, монографий. Авторами этой монографии определены современные медиатехнологии в реализации образовательных программ «Магистратура социально-гуманитарного профиля». Сформулированы рекомендации для российских вузов по продвижению образовательных программ «Магистратура социально-гуманитарного профиля» по таким направлениям, как дизайн, рекламы в связи с общественными людьми. Исследование это будет полезно и читателям, интересующимся образованием, дизайном и рекламой, информационными технологиями. Образами, символами, актуальными тенденциями и практикой применения перспективных решений в медиа-среде. В общем, очень такое объемное издание получилось, но я думаю, что очень оно не безинтересное. Следующая книга. Педагогика. Из раздела «Педагогика. Детский сад и цифровизация образования». Это учебное пособие. Я, кстати, его готова вам даже показать. Оно небольшого объема. Ну, такая вот интересная тема, замечательная обложечка. «Детский сад и цифровизация образования». Чуть подробнее расскажу о нем. Цифровизация образования, создание цифровой образовательной среды в соответствии с национальными проектами образованиями стала, наверное, одной из самых обсуждаемых тенденций развития образования на всех его уровнях. Это и определило актуальность этого пособия. В нем рассматриваются новые форматы взаимодействия как с детьми, так и с родителями в условиях современного информационного образования. Пособие это адресовано студентам, будущим бакалаврам, магистрантам, педагогам дошкольного образования. Ну, на педагогике, наверное, все. Переходим к литературе-ведению. Замечательная монография у нас в издательстве вышла. «Творческая эволюция Евгения Замятина в контексте русской литературы I-III XX века». Эта монография посвящена эволюции по-замечательному русскому писателю, публицисту, литературному критику Евгения Замятина в контексте русской литературы I-III XX века, как понятны из названия, и многообразным генетическим связям его произведений с русской классической литературой, философией и искусством XX столетия, а также контактным связям с ведущими русскими писателями и литературной молодежью. отметим, что анализ прозы, драматургии и частичной кинодраматургии, критики и публицистики Замятина, проведенной автором этого исследования, отразил существенные тенденции отечественной литературной классики XIX и XX веков. Книга эта адресована специалистам-филологам, учителям, аспирантам и студентам, а также всем интересующимся творчеством этого талантливейшего писателя. Переходя к истории, традиционно заканчивающей моё представление книг каждый месяц, «История церкви». Апостол Германии, Бонифаций, архиепископ Майльский, просветитель, миссионер, мученик, житие, переписка, конец VII-начала VIII веков. Впервые на русском языке в нашем издательстве публикуются уникальные памятники церковной литературы VIII века, рассказывающие о житии святого Бонифация, выдающегося миссионера Западной Церкви эпохи раннего Средневековья. Представлены фрагменты его переписки и некоторые литературные произведения, ранее неизвестные русскоязычному читателю. Это книга «Первый опыт осмысления личности и деятельности архиепископа Бонифация с православной точки зрения». Издание это заинтересует историков церкви, и для нас оно имеет особую ценность, потому как его переводчик, игумен Ефимий, это, не побоюсь этого слова, наш друг, мы выпускаем, он возглавляет Тульскую духовную семинарию, и мы выпускаем уже не первый выпуск их замечательного журнала «Духовный арсенал», чем очень гордимся и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Ну вот, решили еще представить такую полноценную книгу, не только периодическое издание, да, такое как журнал, но и такое вот интересное исследование, перевод. Я надеюсь, что вы все его оцените. Следующая книга тоже история, но совершенно потрясающая. Мы, не побоюсь этого слова, с гордостью представляем это издание, в котором впервые в мировой историографии публикуются подлинники официальных посланий французских королей русским царям и грамоты русских государей государей-королям Франции XVI-XVIII веков, хранящиеся в фонде сношения России с Францией, Российского государственного архива древних актов и в составе коллекции, посвященных связям с Россией в дипломатическом архиве МИД Франции. Брату нашему Лудвигу переписка русских царей с королями Франции. Вот так называется эта книга. Русско-французская переписка, которая велась в 1595-1738 годах представителями двух крупнейших монарших дворов Европы, ярко демонстрирует превращение России в великую державу. Переписка эта сопровождается переводами писем русских царей на французский, а писем французских королей на русский язык. Последняя делает вот эту книгу по-настоящему интересной, доступной читателям не только в России, но и во Франции, во всем мире. Издание это адресовано не только специалистам по истории международных отношений, но и будет интересно самому широкому кругу читателей, изучающих историю развития торгово-экономических, дипломатических и культурных связей России и Франции. Вот такой замечательной книгой хотелось бы закончить наш мартовский пол. который подготовил издательство Директ Медиа в этом марте. Но март этот богат не только на книги, но и на книжные события. Уже завтра начинается долгожданная переносимая несколько раз книжная ярмарка нон-фикшн. Наше издательство, конечно же, будет в нем участвовать, и все, кто смогут прийти, приехать к нам в гости. Приезжайте, мы будем на стенде А10, будем представлять наши новые книги. Конечно же, вы все о них уже знаете, вы первые, кому я о них рассказываю, а показывать мы их будем на выставке, начиная с завтрашнего дня. Привозим туда и хиты, и быстры. И, конечно же, у нас есть свой фан-клуб почитателей, ценителей и любителей хороших книг. Есть люди, которые ходят каждый год, и это очень большая радость. Ну, а вам я напоминаю, что мы размещаем все наши новинки сразу же на нашем сайте Директ Медиа, directmedia.ru, размещаем информацию о них в соцсетях, это и Инстаграм, и ВКонтакте, и Фейсбук. И, конечно же, я вам рассказываю о новинках на наших замечательных вебинарах. Жду вас всех в апреле. Расскажу о том, как прошла выставка, какие итоги, результаты, впечатления и какие мы книги выпустим в апреле. Ну, все, друзья, благодарю вас за внимание и до новых встреч. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok